Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и сегодня мы будем играть в игру Angry Birds Epic. Один из моих подписчиков посоветовал в неё поиграть, я посмотрел, мне понравилось и я думаю мы будем её проходить, а сейчас смотрим заставку. Короче, король свиней пожелал себе яиц на обед и отправил своих подданных их добывать. Но не тут то было, у нас ребятушки тут обустраивают себе жилище. Коснитесь птицы для применения защитной способности. Это тут подсказочки всякие будут давать. Ну что же ребята, ух ничего себе у меня тут птички такие вооружённые. Так, отлично. Опа, она неплохо магия шпарит, значит жёлтый это у нас маг, а красный это боец. Понятно всё. Так, это у нас ребята идёт обучение. Ух ты, замечательно. Так, перец, перец показывают надо применить на бойца. Опа. Хе-хе. Что ж, довольно неплохо, ребята, для обучения. Это кто ещё такой? А, Паш какой-то и маг. Хе-хе. Что они сделали с моими птичками? Они походу ничего не могут сделать, да? Окаменели типа. А эти гады в то время идут воровать яйца у наших птичек. Хе-хе-хе. И понеслась заварушка. Ну что же, ребята, вот такое вот начало у игры. Коснитесь объектов и удерживай для получения информации. Мультяшная графика, пошаговые бои. В общем, всё, что надо для нас. И мы приступаем. Ровио представляет. Angry Birds Epic. Хе-хе-хе. Ах ты, смотри, всё-таки удалось у них выкрасть яйца у птичек. Ну и, естественно, они... Ого. Ага, одно яйцо он поставил на вышку. Типа отступаем. А, они помимо этого ещё ребята тут-то разграбили нас. Вообще ничего не оставили, кроме гнезда. Ах, вахламоны. Даже птичек нет. Всех потырили. Он ещё и язык мне показывает, а? Ну что ж, давайте играть, ребят. Так, коснитесь. Так, ну тут понятно, для применения защитной способности. И у нас с вами первый бой. Так, давайте вот этого, наверное. Опа. О, на ударчик. Слабак. Это что у нас тут такое в маске? Свинья в маске? Типа бандита, да? Хе-хе. Ну, сейчас ты получишь у нас. Готов. Ха, там вдалеке на... На плоту свинюшки плывут. Ну что же, три звезды. О, тут ещё и рулетка. Так, и мы с вами получаем... Ух ты! Мы получили новый меч. Меч-перо. Хе-хе. Знаки дружбы используются для повторного вращения рулетки. Будем знать. Будем знать. Так, ну что, ребят, продвигаемся с вами далее. Подсказочки, правда, повторяются, но да ничего. Ух ты! Да ну нафиг, хорош! Зачем же мне такого... ...жирного-то сразу даёте? На втором-то ходу. Хе-хе-хе. Так, отлично. Но он почему-то меня не атакует. Так, коснитесь. Ну, коснулся. А, всё понятно. Так, тут это рыцарь. Ну, всё понятно. Все данные. И теперь у нас какой-то защитный купол. Ну, что-то он не особо хорошо защищает нас. Давайте атаковать. Хе-хе-хе. Так, у нас, ребята, перчик готов. Давайте его применим. На-ка, получи. Ух ты! Не такой уж он и сильный, но... ...это при помощи перчика всё. Да-да-да, иди и плачь в сторонке. Хе-хе. Кабан. Грязная сменюха. О, ребята, нам достаётся щит. Плюс два к жизни. Ну что ж, довольно неплохо. А компания-то у меня будет или нет? Или я так и буду один тут бегать? Да нет. Нас же показывали в начале игры, что у нас будет маг. О, очередная заставочка. Смотрите-ка, они там птичку в клетке держат. Ага, сами, значит, убежали. Нет, всё-таки забрали в пещеру к себе. Так, отлично, ребята. Давайте сюда тогда перейдём с вами. Наверное, мы будем сейчас драться за эту птичку. Перетащите заполненный перец ярости на птицу, чтобы выпустить ярость на волю. Ну что ты тут стоишь? На, получи. Хе-хе-хе, с чем там палка с пером? Ай, довольно забавно всё здесь выглядит. Так сделано неприкольно. Вот так вот я буду в защите. Ну, сейчас ты у меня получишь, а? Так, отлично, прошли, да? А, нет, ребят, здесь, смотрите, вот как. Здесь у нас будет не один противник, а, извините меня, целых три. Это у нас второй. Ну, они хотя бы слабенькие, это хорошо. Хе-хе-хе-хе-хе. Да надо, получи уже. Всё, ещё одну свинку мы победили. И продвигаемся дальше. Финальная. Ох ты, ёлки-палки. Так. Мне надо атаковать клетку. Ну что ж, давайте атаковать клетку. Я так понимаю, сейчас эту птичку мы высвободим. Да успокойтесь вы уже, а, в самом деле-то. Так, давайте ещё разок. Есть. Ну. Ух. Разбушевалась птичка. Это, ребята, у нас маг. Неплохо он там. Хе-хе-хе. Звезданул-то. Ну что ж, отлично, ребят. Я так понимаю, эта птичка к нам присоединяется в отряд. Так, давайте рулеточку крутанём. Я не понимаю, для чего вот эти вот камни, пробирки, что от них будет. Ну, видимо, неспроста. Так, ну теперь нас главные двое, да ведь? Я надеюсь, я не ошибаюсь. Да, ребята, нас двое. Отлично. Маг и воин. Новая. Чак. Могущественный волшебник. Одновременно наносит урон всем врагам. Хе-хе. Палка с носком на конце. Ты хорошо придумал, Чак. Так, обычное поле боя. И тут обычные свиньи нападают в больших количествах. Слушайте, у меня, смотрите, сила команды 16. И там ещё очень много будет у нас игроков. Точнее, птичек. Да, довольно забавная игра. Так что, ребята, будем её проходить. Ух ты! Отлично. Так, а это что? Ага, я защитил Чака с защитной аурой. Ну что вы тут с вами палочками тыкаете, а? Хе-хе-хе. Давайте-ка, наверное, с вами... Ой. Я немножко не то хотел сделать, но это что-то новенькое. Какую-то защитную ауру Чак вокруг себя создал. Ну, они почему-то на моего бойца нападают, а? Так, ну что, давайте магией. Вот так вот. Минус 2. Так, минус 3 свиньи. Ух ты, ребят, видели, что происходит? Когда они такуют Чака, и он в этой защитной ауре, они погибают. Хе-хе. Довольно неплохо. А почему только 2 звезды? Ну что ж, получили камень и пробирку. Какие-то ингредиенты это, ребят, для чего-то все-таки они нужны. Наверное, будем что-то создавать. Наверное, крафт какой-то. Мне почему-то так кажется. Или, может быть, что-то будем строить. Новый уровень 2. Ага, птичья сила подросла у нас до 18. Переходим сюда. И что тут у нас? Обычные свиньи. Ну, в общем, обычная драка. Сейчас мы их по-быльненько морску марим. Я так понимаю, мы идем к тому зеленому, который стоит там на холме. Так, ну, удерживай. Наносит 21 единицу урона всем врагам. Хе-хе. Ага, сюда. Вот что оно. Он сделает какую-то защитную ауру моему, как у Юки, бойцу. Которого, кстати, как звать, я даже и не знаю. Мага-то звать Чак, это понятно. А как у меня звать моего бойца, красненького? Вот это уже загадка. Давайте добивать, наверное. Ну, ты посмотри, какой, а. Не хочет погибать. Да, вот все. Отлично, ребята, победа за нами. Продвигаемся с вами дальше. Сколько звезд? Три. Отлично. Давайте крутить. Выиграли три полена. Семечки какие-то. Базовый ресурс для ковки. Да, ребята, мы что-то будем с вами крафтить. Заходи в гости к Киносвину, чтобы смотреть новые серии на Тюнс ТВ. Это что за Тюнс ТВ? Канал, что ли, какой-то? Новая. Тюнс ТВ. Смотри лучшие фильмы в знаменитом кинотеатре Свинского острова. Это вот этот, что ли, кинотеатр? Календарь событий. Welcome to Tunes ТВ. Слушайте, это, наверное, все-таки как реклама идет. Разблокировать события. Чтобы открыть календарь событий и отправиться на поиски приключений, тебе нужно добраться до рогаточного леса. Продолжай его искать. Арена. Арена? Тут еще арены будут, что ли? Ёлки-палки. Ладно, давайте тогда выходить. Хотя, давайте, наверное, с вами все-таки глянем, что здесь такое. Нет, ребята, не советую вам смотреть на будущее. Там все-таки, да, перекидывают тебя на сайт. Это нам не нужно. А вот здесь принц Сала. Иммунитет к большому урону. Ну что ж, давайте мы ему сейчас пропишем маленький урон тогда. Пускай знает. Поехали. Так, что? Ну, посмотрели мы. Так, уклонение. Отражает весь урон. Больше 27, если ему нанести. Слушайте, довольно хитро это сделано. Получается, что я ему не должен наносить урон, превышающий 27. Отлично, просто рассчитай здесь теперь все это. Ну что ж, ребята, у нас две наши птички под аурой. Хе-хе-хе-хе. Ну-ка, давай-ка его. Так, 21. Это нормально. Это мы укладываемся. Почему мой боец так мало по нему бьет? Непонятно. Видимо, у него как бы защита определенная. Он уклоняется. Смотрите. Готов. Готов, принц Сало. Хе-хе-хе. Мы его победили. И победа за нами, ребята. Так. Крутим рулеточку. Выпадают камни и колба. Да-да-да, иди плачь в сторонку. Используй перец ярости. Мудро. Хе-хе. Постараюсь. Правда, он, честно говоря, копится уж очень и очень долго. Я думал, будет намного быстрее. Ну, что ты? Так, смотрите. Он опять убежал. А этот что тут у нас стоит с наковальней? Хе-хе-хе. Так, ребят. Пора его, наверное, атаковать. И забрать у него наковальню. Обычные свиньи. Думаю, не составит проблем. Тут, тем более, их двое. Какой-то воришка. И кто там еще у нас? С мухобойками. Хе-хе. Хе-хе. Короче, воришки. И шахтеры недоделанные. На, получи. Так, продолжаем, ребят, продолжаем. Так. Защитная аура магическая очень хорошо работает. Опа, не тут-то была. Так, готов. А этот выжил. Ну что ж, давайте его тогда немножко бомбанем. Вот этого. Вот так, отлично. И ты в магии. Нет, нет. Не получилось у нас сразу всех добить. Но мы проходим уровень. Друзья мои. Так что и наковальня достается нам. Ведь так, по крайней мере, она там лежала. Крутим рулеточку. Очень много нам камней с пробирками. Почему достается. Ну что ж. Сейчас будем смотреть, что будет дальше. Дальше. Ага. Да, ребята, наковальня наша. Следующая там какая-то золотая свинья. Новая. Новая. Волшебная наковальня. Создай мощное оружие и защитные предметы. Коснись. Ну, коснулись. Большинство ресурсов и ингредиентов можно найти и изготовить из более простых. Так, войти, чтобы собрать достижения все. Ну что же, собрал я достижения, ребята. И теперь надо коснуться наковальни. Коснись. Опачки. И мы с вами три звезды получаем. Плюс 10. Ух ты, плюс 13. Одеваем, конечно же. Ну что же, у меня птичка теперь. Супер боец. И возвращаться опять на карту надо. А эти почему-то у нас не активны. Смотрите. Видимо, все это будет потом. Там еще и магазин откроется. Сражения в этой игре ведутся пошагово. Ты можешь выполнять действия только во время своего хода. Понятно. Ну, а мы продолжаем с вами идти дальше, идти вперед. И тут у нас опять обычные свиньи. Свинская мощь 13. Неужели опять этот толстый будет, а? И я оказался прав. Ну что же, давайте его попробуем победить. Вот так вот для начала мы сделаем. Так, опять он тут почему-то задумался. Ударить или нет. Но целью он выбрал почему-то именно меня. В плане красную маленькую птичку воина. Да, довольно толстый свин. Получили. Ох ты, ничего себе он огрел. Да, еще такой удар я не переживу. Что же делать-то тогда? Давайте попробуем защититься. Ой-ой-ой-ой-ой. Как-то все очень плохо. На, получи. Так, опять он задумывается. И на третий ход он, наверное, все-таки ударит меня. Получи. Ай-яй-яй-яй. Все, ребята, я лишился птички. Ну-ка, перчик. На, получи. Свиной рыло. Ай-яй-яй. Хе-хе-хе. Ну, лишь бы успеть его добить. Да что ж такое, я не это хотел сделать. Давайте атаковать. Ёлки-палки, неужели... Ай-яй-яй-яй-яй. Ребята, мы проиграли. Воскресить птиц бесплатно. Фух, хорошо, что был вот этот бонус бесплатно. А так бы мы, наверное, проиграли бы. Прошли, что ли? Да-да-да-да-да-да, ребят, мы проходим. На три звезды еще причем. И крутим рулетку. Банан. Три штуки. Хе-хе. Да, довольно такой мощный был. Это, я так понимаю, мини-боссик, наверное. Ну, атака у него была очень сильная. Хотя я мог бы его победить, если бы не поставил бы себе... ...защитную ауру. Мы получаем с вами третий уровень. Камни, коснитесь. Ух ты, здесь можно добывать минералы. Отлично. Все получили, что можно. Так, здесь у нас два свинотника. И всего лишь у них мощи восемь. С ними, я думаю, мы разберемся без проблем. Ого. Два, говорю. Пятеро их здесь. Магия. Так, теперь атакуем. И, наверное, потом общей магией звездонем. Я имею в виду молниями. Ну, все, все, успокойся. Хорош, я тебе говорю. Так, будут атаковать птичку. Будут получать, как говорится, ответный удар. Да что ж они на мага-то все лезут. Вот и другой разговор. Все, теперь точно сейчас будем бомбить, ребята. Вот так вот. Ха-ха. Что, не понравилось? Все, прошли. В принципе, довольно легко. Получаем звездочки. Опять же, две штучки. Рулетку запускаем. Хе-хе-хе-хе. Плачет он там. Не плачь. Я принесу тебе калач. Ну, а мы с вами, как обычно, продолжаем двигаться вперед. Ага, смотрите. Хе-хе. Мы их настигли. Так, один убежал, а этот все-таки тащит, а. Хе-хе-хе. Никак не расстанется. Ну, что ж, ребята. На этом я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно с вами увидимся в следующей серии. Если вам, конечно, понравилась эта игра. А на этом все. Всем пока и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok